Самое главное, чтобы не останавливать мыслительный поток и заставлять свою нейросеть быть в напряжении, чтобы шло развитие. И в принципе это давало результаты. Порой у меня было так, что зайками у меня пропадало на две недели. Были запинки, но я их не слышал. То есть я делал записи. Мне казалось, что я говорю хорошо. У меня не было ступоров мыслительных, но были именно ступора на уровне техники. И соответственно потом, через две недели, когда я как думал, я избавился от этой проблемы, у меня случался рецидив и речь моя становилась хуже. Так в раза в два или в три порой я вообще как бы слова сказать не мог. Я думал, что мне пора ходить в магазин с запиской. Благо, что рядом много супермаркетов, где ей там говорить нечего. И соответственно, когда у меня наступал этот регресс, то все попытки, все те вещи, которые я делал, они в моих глазах обесценивались. Потому что, ну, типа я же как бы старался, я же делал, у меня же что-то там даже стало получаться, а потом бац, и все стало пеплом. Ну не надо так это, потому что как. Помню также в 25 лет, мне сейчас 29, в 25 лет, когда я уже дошел до самого края, уже стал как бы думать, что пора уже свой путь как бы прекратить. Вот, я потом подумал, что ну дай-ка я как бы еще там попробую хотя бы чуть-чуть с этим справиться, потому что жить уже было невозможно. И я как бы подумал, может быть я слабохарактерный. Вот, до этого в детстве часто и сбегал драк, вот, и не липил вообще гендерации, потому что оно, это было мерзко, больно, и я считал это бесполезным. И я решил все-таки догнать все то, что не добрал, как бы в детстве, а записался в секцию тайского бокса. И отходил в него полтора-два года. Я брал себя просто за шкирятник и туда там таскал, не пропускал тренировки, вот, потому что одно дело, когда ты начал чем-то там заниматься, чуть-чуть позанимался, как бы не бросил, и там сказал, что да, да нет, фигня нет. Я старался, то есть, очень, вот, получил множество травм, но целью у меня была там, как бы, святая, это, как бы, там обрести там уверенность, чтобы не заикаться. Вот, и через полтора года я получил смещение шейных позвонков, это случилось во время клинча, и я влип на лечение, долгое и дорогостоящее. И я призадумался, а все ли верно я делаю, потому что я, как бы, старался что-то делать, но, значит, дело не, как бы, в характере, потому что я встречаю, встречал там людей, так скажем, более низких духом, чем я, но они не заикались. У них от неуверенности голос дрожал, да, они что-то нямлили, но они не заикались. То есть, и по, как бы, сравнению этом с ними, да, я там просто рул баха парень, как бы, в плане духа и самоощущения и самоопределения. И вот тогда я снова паник, снова стало грустно, потом я услышал о Снежко, он сказал, что взвлекание – это не ген, не расстройство мозга. К тому же, моя мама – врач функциональной гипогностики, то есть она, как бы, там изучает мозг, то есть, какой там отдел, как там работает. И, собственно говоря, когда я ходил к ней, то она мне там говорила, что мозг у меня, как бы, нормальный, то есть, как бы, нет никаких параллогий. И я убедился в том, что это, как бы, не мозг, это неразвитый навык. И начал думать, как он мог вообще у меня появиться, в чем была причина. Ну, я расскажу тебе сейчас, как бы, историю, быть, может быть, кто-то тебе что-то подобное говорил. 6 лет, получается, я начал уже заикаться, моя мама была в ужасе, типа, Желин, ты заикаешься? Говори медленнее. А я не понимал, как, потому что… А, подожди, только в 6 лет, да? Ну, да, в 6, где-то в 6, в 7 лет примерно взрослые стали замечать, что я заикаюсь, вот. Так а почему была мама в шоке, если она сама говоришь, и там, и маму, там, и, там, то есть, родня тоже, как бы, начинала с этого, то почему в шоке-то? Ну, шоке, потому что знают, что за эти обыдом тяжело, и это не было больно, что… Да, мы друг друга очень хорошо понимаем, да, это больно. И, соответственно, ну, я не знал, как говорить, и было, как бы, там больно, что тем самым фактом я огорчаю маму, и… А что делать, я не знал. Так сильно в этом вяз, что я перед… Ну, я, когда запинаюсь, когда ступорю, я перестаю что-либо, как бы, перед собой там видеть, за меня часть, как бы, слышать, и, как бы, полностью там ухожу, там, в это состояние, вот. И когда я акцентирую внимание на запинке, я на ней так сосредотачиваюсь, что теряю ту мысль, которую я вел. А когда я все-таки слово наконец-то, как бы, выдавил, то я, как бы, оказываюсь, как бы, словно на этом чистом поле, где ни хера нет. Вот. Если раньше я о том шел по определенной мысли, была манистраль, как бы, там, доводов там, то после запинки у меня все из башки там вылетает, и мне приходится, как бы, вспоминать, о чем я там говорил вообще. Вот. И после этого, как там правило, ступор за, как бы, ступором идет уже более часто, получается. Ага. Там я наблюдал то, что, как бы, порой у меня возникают запинки на техническом уровне. То есть я, как бы, знаю слово, я знаю, какое слово я скажу потом. Но с технической точки зрения у меня были там ошибки там именно на, как бы, там, уровне речевого аппарата. Вот. И я споткался на них. То есть я, как бы, там разделяю речь на два компонента. Это мречь и, собственно говоря, как бы, мысли. И когда есть мысли, но нет возможности эти мысли реализовать, то я запинаюсь, как бы, вот. А по поводу там того, что я тебе до этого говорил, что, например, если я опасаюсь, что человек неадекватно воспримет мои слова, то в такие моменты я вообще сказать ничего не могу. То есть если я, как бы, вчера вел, как бы, там очень долгий там диалог и хоть как-то, но получалось, то если я там чувствую, что будет конфликт, то, соответственно, я вообще ничего сказать не могу. Смотрите, я хочу привести свою речь в нормальное состояние, чтобы те мысли, которые есть у меня в голове, они по возможности без потерь в доступной форме, в комфортной форме до людей доходили. Чтобы люди не испытывали мук, чтобы не слушали меня из вежливости, из сострадания, потому что такие взгляды, они меня просто убивают. Когда кто-то тебя слушает просто из жалости, да. Такая же аналогия была, когда ты пускаешь, выпускаешь сам, выпускаешь воздух из своих легких, вот. И этот воздух не так встал, потому что ветер, он не может встать вдруг, да. То же самое должно быть у тебя в голове для того, чтобы была правильная, нормальная речь. Да. И лучше поначалу, когда работаю с тем же словарем, я общаюсь с людьми, ощущать мягкость прикосновения губ, языка для того, чтобы понимать, что для нормального общения не надо напрягаться. Это просто не идет как уговаривание самого себя, что теперь я буду делать так. Нет, это просто логическое, рациональное зерно для этого действия. В этом нет ничего сверхъестественного, это просто норма. Вот вчера, например, я поймал маленькую депрессию, когда занимался со словарем, потому что с каждым днем общения с тобой я все больше понимаю и осознаю. И стало очень досадно, что из-за этой мелочи я испытывал в жизни очень много дискомфортных состояний, хотя вроде бы уже все так просто. Почему это раньше не приходило мне в голову, например? То есть это же такие простые действия, а столько было причинено страданиями, душевных терзаний. Даже стало очень обидно. У меня тоже такое было, да. Столько времени было потеряно. И я более чем уверен, когда я стабилизирую свою вещь, это не станет предметом моей гордости, как я думал до этого. Потому что это не предмет гордости, это просто норма. Это просто норма и все. Просто естественно. Как другие могут, так же сможешь и ты. Вот если бы ты знал бы это раньше, если бы я знал бы это, если бы мне кто-нибудь хотя бы за 2-3 дня объяснил бы это, ну пусть там в первом-втором классе, это было бы просто, не знаю, классно очень. Но это история, это просто бы история была бы переписана, жизненная. Как прошли мои 2 дня? Вот это самое интересное, да. Ну смотри, за эти 2 дня, каюсь, я не притрагивался к словарю вообще, потому что работал по 13-14 часов и приходил без задних ног, поэтому был один до словаря. А утром встать раньше я не мог, потому что хотелось поспать подольше. Но в это время я старался много говорить и в принципе работа со словами была. То есть, например, когда я шел на работу, я обрабатывал слова, которые обычно у меня находятся в употреблении, рабочий сленг, да и общие обороты, которые я использую, я их разбирал. Поэтому в принципе это, я считаю, что одно и то же, что и работа словарем, только более точное, локальное такое. Да, да, да. Можное. Да, потому что словарь там, это хорошо, но зачастую встречаются слова, которые я не употребляю просто. И я думаю, что для эффективности следует сначала проработать все-таки слова, которые я употребляю часто по факту. Как правило, за неделю это можно сделать легко, а потом уже работать со словарем, чтобы допиливать, так скажем, периферию словарного запаса. То, что я не использую каждый день, но может быть раз в неделю или два раза в неделю могу что-нибудь ляпнуть. Такое специфичное. Что могу сказать по поводу речи? Говорил практически без умолку, искал поводы для разговора. Если раньше я шел на контакт, как на Голгуфу. Да ладно, хорош тебе. Прям просто увеличиваешь. Нет, ну, мне была нужна то есть цель, я ставил до этого, какую, чтобы хоть каким-то образом сделать так, чтобы люди меня поняли примерно, что я хочу, и чтобы это не выглядело слишком ужасным. А тут, получается, даже на первый день позавчера я ощутил удовольствие, что ли. То есть я шел на разговор не с неприятным ощущением, а с тем, что мне есть что рассказать, показать, и я хочу это сделать. Первый день, получается, я разговаривал все так же на коротких дистанциях. Это одно-два предложения примерно. Ну, по рабочим процессам вот, в принципе, этого хватает. На работе ведь работы надо, а не лясо точить. И делал это так осторожно, вслушивался в себя, в свои ощущения. И хочу сказать, что за все эти два дня у меня не было ни одного ступора. Дальше, что могу сказать еще по этому моменту. Обычно, когда человек приобретает какой-то навык, ему приходится где-то переучиваться, учиться, лишаться чего-то привычного, такого хорошего, приятного. Это как некоторые рабочие привычки. Они могут быть нерациональными, но за счет того, что человек делает их, делал их тысячи раз, он делает их быстро. Ну, то есть, неправильно, но быстро. Ему просто так удобно. Вот. И переучиваться на более рациональные действия, это затрачивается больше сил, приходится постоянно концентрировать на это внимание и так далее. Это очень мучительный процесс. А с речью как-то все по-другому. То есть, каждый раз, когда у меня что-то получается, каждый момент, который я внедряю в свою речь, он приносит удовольствие. И нет такого, что, вот, чтобы начать говорить, мне нужно пройти такой длинный путь для того, чтобы добиться желаемого. Нет. Тут каждый путь, каждый успех, он приносит такое удовольствие, что ты ушел-ушел просто. По-моему, самая естественная речь, это вот если все-таки говорить так на автомате. Но, опять же, ты должен понимать, что хотя бы для этого ты не должен, а, бояться речи. Да, то есть, в принципе, ты должен что-то знать, твой мозг должен знать уже какой-то опыт, что ты просто знаешь, что делать, знаешь, как это сделать, да, знаешь, как это сделать без заикания, без напряжения на своих удобных спусках. То есть, да, для чего должны спуски. То есть, уже внимание не на речевой аппарат, а на какие-то правильные мысли. То есть, на мысли, на то, как их сложить. Вот. И, собственно, как-то, если смотреть со стороны, то, да, это может выглядеть как будто автомат. Ну, для этого, по-моему, самая естественная будет. Вождение машины. То есть, поначалу, когда только люди учатся водить машину, у них фантазия играет на всякие аварии, там, а что я буду делать, если что-то произойдет не так на дороге. Но во время вождения человек понимает, как управлять своим автомобилем, он понимает, чувствует уже вес своей машины, он чувствует, насколько она маневренная, и уже в соответствующих ситуациях отталкивается от того, на какой машине он находится. То есть, никто не будет водить спорткар, как будто бы он сидит на какой-нибудь копейке. Либо, сидя на копейке, человек не будет совершать маневры, которые возможны только на спортивных машинах. Потому что машина тут же может не удержать дорогу и перевернуться просто. Потому что не будет не та устойчивость на дороге. Вот. Поэтому все практика. Побольше практики, поменьше. Удобная и хорошая практика. Ты знаешь, не то, что там… Просто, наверное, знаешь, некоторые думают, я еще буду отдельный обзор на это снимать, там, то, что, если обучаться три месяца, два месяца, это каторжный труд, это очень много ошибок, это какие-то напряжения, то, что ты себя пересиливаешь, как бы тебе тяжело ради цели через два-три месяца, более-менее, заговори, нормально. Что-то похожее по ощущениям, если это переложить на то, что у меня было до этого, когда я ловил жесткие стопора, вот это было на это и похоже. Вот. А сейчас, говорю, и по ощущениям, голова, она чистая, свободная, и сосредотачиваешься больше на предмете разговора, чем на том, что ты сейчас заткнешься и произойдет такой пиздец, что вообще все равно. Вот. Как-то поляче стало. Большое тебе спасибо тогда, до воскресенья. Да. Тут же еще как. Наши мысли зависят от того, каким объемом знаний мы обладаем. И с каждой прочитанной книгой, с каждым приобретенным новым знанием у нас меняется формат мышления. Например, я четко понимаю, что два месяца, ну, что месяц назад я бы не мог подумать о том, что сейчас я смогу говорить без ступоров. То есть, месяц назад у меня такой мысли даже не было, что это так оказывается легко, просто и приятно, и что даже если будут ступоры, то я смогу их сам анализировать и с этим что-то делать. Но лучше будет, если при ступорной стене. То есть, любой клочок берешь, например, Фарлингтоны, называешь это эталоном, вот, и у тебя такая бумажка, где написано то, что у тебя на эталоне лицензия. Но что там хранить всегда, ты этого не видишь, потому что это скрытая информация. То же самое будет и в прорыве. У меня есть своя, но это действительно будет моя. То есть, тут больше дней получается, да, тут более комплексная информация, более основан на личном опыте. Вот, и как бы я написал уже ВКонтакте то, что как бы плюсы и минусы, прорывы и эталоны. Если читал, то нет. Я читал, да. Ну, на Ютубе тоже написал, в принципе, то же самое, что и на Ютубе. Да, как раз таки, когда я дочитывал текст, который ты прикрепил к своему новому ролику, который я посмотрел за 20 минут до начала нашего занятия. Я как раз дочитывал, и ты мне позвонил, то есть, я не успел чуть-чуть дочитать. Вот. Но объяснил ты все хорошо, четко, понятно, без… Мне вот нравится, что нет этого фанатизма, какой есть у Снежко, потому что у него слишком много определенности. Уходит в сторону, да, ненужные вещи, о которых можно бы промолчать, типа как бы все врачи, все вас собираются обдурить, да, все вас видят плохо. Вот у него где-то процента 23 с обычно в своих вебинарах об этом. Потому что никто кроме меня. Да. Истина в последней инстанции, Снежко, Академик. Ну, ладно тогда, давай заканчивать наш разговор, это уже 3 часа прошло. Да, нормально, нормально. Это же, как ты скажешь, слова, фразы, предложения. Да, тем более я сейчас понимаю, что сейчас состояние моей речи, оно очень резко улучшилось, просто стремительно. Вот шло вот так, вот так, а потом резко херок набегался. Вот. И переживаю за регресс, но хотя я думаю, что что за него переживать, ведь я все знаю, все понимаю. Это неминуемо, а если неминуемо, то будет. Вот, да. Если ты сам это сделаешь, если неминуем, как бы, если там, ты будешь просто против того, что говорить удобным образом, как-то, ну, для этого какое-то время внимание вот этому уделять, да, вот этому простому, чтобы ты вот именно до слова, до предложения как-то заставил себя, даже не заставил, просто подумал о чем-то, да. Угу. Но потом просто в миг после слова ты был удовлетворен тем результатом, который ты получил. Вот. Если твой мозг откажется от этого, то есть, да, от этого путя, то, значит, как бы, это будет просто неминуемо, что-то можно сказать. Хорошо. Ну, я буду стараться. Те результаты, которые я сейчас получаю, я не вообще доволю. думал, что будет, я не думал, что будет так быстро и так стремительно. Да, ты хотел полгода что-то, да? Ха-ха-ха. Да, я думал… Большой курс на три месяца. Большой курс на три месяца, чтобы уж наверняка… Ну, потому что, опять же, я не знал тогда. Не знал просто. Базы не было, да. Стоит на самом деле. Как-то решаемо. Да. И порой кажется, неужели вот эта вот херня меня мучила всю жизнь? Потому что все так было просто, оказывается. Вот. Но не было специалистов, которые бы это объяснили. Эти простые вещи. Поэтому тебе большое спасибо за работу. Вот. До воскресенья. Ну, и тебе тоже за приверженность. Потому что, как бы, ты такой, да, приверженный ученик. Все-таки слушаешь, мкаешь и как-то, ну, это… по большей части используешь. За три подхода я смог усилить домашнее упражнение. Потому как в спокойной обстановке мой же голос меня гипнотизирует. Первые два раза мне хватало на 20 минут. Потом я засыпал на 2-3 часа. После первого подхода, после первого сна просыпался. Занимался своими делами там чуть-чуть буквально. Садился снова выполнять упражнение. Проходило 20 минут, меня снова вырубало. А я снова засыпал. В общем, упражнение медитативное, сосредоточенное и благосклонное ко сну. Ну, хотел бы еще сказать про твой способ передачи информации. Я думаю, что у Снежко было бы все гораздо хуже, если бы я к нему поехал. Потому что, осваивая какой-то элемент базовый, я продолжаю жить своей обычной жизнью. То есть, и каждый элемент я тестирую на практике, на людях. Тем самым, его закрепляю. А если сидеть 3 дня в комнате, в изоляции, так скажем, от других людей, то за раз все применить будет невозможно. Просто каша в башке будет от этого. А когда все поэтапно растянуто в определенную длинноту, то это, я считаю, более эффективно. Привет, Серега! Итак, заламинировал я образцы для пирогового дворика, закатал на пэтку, положил еще сверху еще одну череду пробников на бэклите. Это подсохнет, завтра упакуешь все это и Димону отдашь. Видео не записываю, как-то смысла не вижу. Значит, надо будет печатать пироговый дворик на основании того, что он выберет заказчицу. Пироговый дворик я подбирал в Rasterlink, потому что в фотопринте мне не удалось выкрутить краску больше, чем мне позволял профиль. Поэтому я упёрся в некий потолок и больше лить не мог. Поэтому зашел в Rasterlink и там уже у меня была возможность лить больше краски, что я, собственно говоря, и делал. На завтрашний день, по идее, надо печатать пленку бэклит для пирогового дворика. Но опять же, как я сказал ранее, это будет зависеть от того, какую цветопробу выберет она. Тебе на видео все-таки потом скину, где там что находится. И без Димона не печатай, потому что у нее много где с размерами там провалы не соответствуют. Имя файла с размерами самому файлу. Димон завтра приедет, будет этим заниматься, разбирать. И печать на транзит есть в папке за 15 число. Маленький объем, поэтому нормально осилишь. На счет завтрашнего дня. Ну что, на бэклит нужен профиль. Колупай, короче, и Володю, чтобы он обязательно настроил профиль для бэклита. Чтобы красный был красным на просвете. Потому что у нас он рыжий, это вообще неприемлемо. Банк сочный и красный должен быть. В начале постройте профиля на постерную бумагу, на плакаты, двухпроходную. Пусть поставят фотопринт новый. Даже не знаю, стоит ли ставить новый. Чтобы сохранить все наши профилята, которые мы до этого настраивали. И да и хер с ним, с этими профилями. Я думаю, что первый месяц он будет реальный. Нам не нужно будет вносить оплату. Но если будет нужно вносить оплату, то звони Димону. Пусть он скажет номер своей карты, какие-нибудь данные. Пусть купит, короче. Но я думал, что все-таки реальная версия будет. С определенным сроком. Так. Кондиционер работает. Постоянно включен. Регулирую температуру. Выставил на 22 градуса. Когда она пускала. Да нет. Полет нормальный. Ничего не растерялось. Поэтому все хорошо. Сейчас просто на работе. Много говорить не могу. Вот. Чуть позже. Буду посвободнее. Ну, я думаю, у меня не накопилась еще критическая масса для обсуждения. Чуть попозже, наверное, отправлю себе более длинное сообщение. А сейчас пока, ну, это только начало еще. Пока говорить нечего. В целом все хорошо. Ну, за приободрение, конечно. Спасибо. А какие-то откаты, которые могут возникать у людей. Я думаю, что это связано с тем, что на протяжении всей жизни они жили, так скажем, не в полный контакт с этим миром. Не взаимодействовали с ним плотно. И, может, морально к этому не готовы еще, чтобы вот так вот вплотную приблизиться к нормальному общению. К нормальной ответственности за то, что они говорят. Если раньше помыкал-бамыкал и, в принципе, от тебя отстали, например, тот же руководитель. Вот. То сейчас, когда говоришь нормально, например, ну, когда человек уже начинает нормально говорить, то есть спрос с него соответствующий, как с нормального человека. Ну, это просто как вариант. Может, я не прав. Ну, что касается меня и моего желания контактировать с окружающими, с окружающими объектами, с людьми, ну, оно у меня на максимуме. Я давно этого хотел, я был морально к этому готов, я к этому стремился. Поэтому у меня все хорошо с этим. Я использую то, что узнал, и вполне этому рад. И каждое общение для меня, каждый диалог, это что-то такое хорошее, связанное с приятными ощущениями. Вот. И призывается.